Дорога к храму Дорога к храму Я считаю, что мне в храм ходить не обязательно Ну, хочется задать следующий вопрос А какой Бог? И тогда начинается вот конфуз Люди не знают, что ответить Некоторые даже не знают имя Иисуса Христа Ну, выдумал себе человек какого-то Бога И ходит и считает Я крещённый в церкви Бог у меня в сердце И вот этим самым успокоился И не надо ко мне больше приставать А куда же делись те обеты которые мы даем при крещении. Дело в том, что во время крещения священник просит людей, обращается к людям с тем, чтобы они принимали крещение серьезно и подходили к этому вопросу очень и очень внимательно. Дело в том, что мы при крещении даем обеты Богу. Зачем же мы пытаемся его обмануть? Когда священник спрашивает, вы же принимаете крещение для того, чтобы ходить в храм? Да, мы будем ходить в храм. Вы будете водить туда своих детей? Да, мы будем водить туда своих детей. И уходят, и не приходят больше никогда. К сожалению, да, отговорок можно найти много, но все это будут отговорки. А проще было бы сказать, что, батюшка, ну я очень мало занимаюсь своим духовным миром. Я занят делами мирскими, поэтому мне просто некогда. Если мы так будем рассуждать, то совсем перестанем заботиться с вами о своей душе. И тогда она действительно перестанет у нас существовать. Мы станем с вами просто живыми, животными, существами. Но человек превыше всякого животного. И вы знаете, если нам не заниматься своей душой, то постепенно-постепенно человек перестанет иметь такое значение здесь на планете Земля, какое ему предназначил Бог. Мы, когда говорим о храме, не задумываемся о том, что в свое время за храм, за церковь. Вот здесь нужно сразу оговориться, потому что церковь и храм в православии – это синонимы. Если мы говорим «я пойду в церковь» или «я пойду в храм», мы не ошибемся. Настолько действительно без храма нельзя представить церковь. Понятно, в более широком смысле церковь – это все верующие люди, православные христиане, крещенные во Христа. Но церковь без храма представить не было возможности такой в истории. Дело в том, что место, где мы собираемся на общую молитву для того, чтобы совершить таинство церковное и самое главное – таинство Святой Евхаристии, причастия – это только в храме. Поэтому, когда мы идем в храм, мы наполняем своими верующими сердцами холодные стены храма, согреваем его, оживляем храм. Церковь нельзя было представить вообще в истории без храма с самого начала. Еще апостолы посещали храм Соломона, Иерусалимский храм, и там для христиан было отведено действительно какое-то отдельное место. Там находились христиане, они не представляли свою жизнь без храмового служения. Потом, когда храм был разрушен, и христиане, как и иудеи, были рассеяны по всему миру, по всей Римской империи, они все равно пытались собираться в храмах. Но, конечно же, первые века – это гонения на христиан, жестокие гонения со стороны язычников, языческих императоров. Христиане были преследуемы в Римской империи, буквально до IV века, церковь Ганима. Поэтому христиане собирались в катакомбах, там, в подвалах, отдавая за первую церковь, проливая свою кровь. А мы сейчас говорим, что мне в храм не надо ходить, у меня Бог в сердце. А что, у них не было Бога в сердце? У них-то не было Бога в сердце, если бы они создавали церковь и пролили свою кровь за Христа. Поэтому церковь, она и стоит на крови мучеников. Затем, уже в IV веке, когда христианская религия получила государственное значение, и за свидетельство на этом документе, такой есть Миланский дикт императора Константина в 313 году, он подписан. И тогда, конечно, христиане вышли из этого подполья, вышли из своих подвалов и начали строить красивые, прекрасные храмы, базилики, ротонды. Украшали их. И вот смотрите, одно из чудес света, Софийский храм в Константинополе, ныне Стамбул. Но это было одно из чудес света. Туда стекался, это был центр православной вселенной. Именно этот храм, служение, богослужение в этом храме, оно поразило послов князя Киевского Владимира. Именно после посещения Софии, Софийского храма в Константинополе, наши послы приехали к князю Киевскому Владимиру и со своим докладом говорили, мы не знали, где мы находились. То есть красота была то ли на небе, то ли на земле. Настолько красота, богослужение, сам храм, архитектура храма поразила послов. И после этого Русь принимает крещение. Мы знаем, что начинается крещение именно со строительства храма. Десятинная церковь, первая каменная церковь на Руси, Софийский собор в Киеве, затем в Новгороде. И во всех городах постепенно вера православная начиналась с строительства храма, то есть с того центра, куда собирались православные христиане совершить божественную литургию, что как раз таки и переводится. Литургия переводится на русский язык как общее дело, общая молитва. И никогда в истории православия нельзя было представить православного человека не церковным. Такого не было. Православие как раз таки и есть. Это воцерковленная жизнь человека. Дело в том, что само православие, это название на греческом звучит так, ортодоксия. То есть право славить, то есть правильно славить по правилам. И вот если мы возьмем действительно канонические правила святых апостолов, ну кто их сейчас берет? Правила, есть такая книга, правила святых апостолов, апостольские правила. Туда собраны все постановления соборов. И самое главное, семи вселенских соборов. И вот восемнадцатое правило, если я сейчас правильно говорю, помню. Восемнадцатое правило шестого вселенского собора гласит о том, что человек православный, если он по неуважительной причине пропустил три подряд воскресных богослужения, он отлучался от причастия и от церкви. До принесения покаяния. Не на совсем, конечно же не на совсем. Возможность была у человека принести покаяние и вернуться. Но вот настолько серьезно относились христиане к посещению храма. Почему мы сейчас так относимся? А вы представляете, если наши храмы в будущем превратятся, а это может быть, просто в музеи. Музеи нашего безбожия. Если мы действительно оставим свои храмы просто так, пустыми. Если мы не приучим к этому своих детей, мы же потеряем свою культуру раз и навсегда. Разве можно представить русскую культуру без храма Василия Блаженного, без Успенского собора Кремля, без вообще, без храма? Мы потеряем культуру. За культуру и уйдет язык. Духовность – основа всего. Поэтому пора тебе, если ты забыл дорогу к храму, пора вспомнить. У нас в Лобинске пять храмов. Я думаю, сейчас нету проблемы выбрать ближайший к себе храм и пойти туда. Пойти, потому что туда зовет нас Христос, туда зовут наши святые наши, туда зовет нас вера православная. Ну, я думаю, на этом стоит закончить нашу передачу. А людям, которые все-таки еще считают себя православными христианами, вспомнить, что действительно, когда-то батюшка одел на вас крест, когда-то крестились вы в православной купеле, в православном храме. Вы обещали, что будете ходить в храм. Держите свои обеты, и будет у вас все хорошо. Господь будет с вами, сохранит ваши семьи, сохранит вас от всякого зла, от всякой беды. И мы еще долго-долго с вами будем существовать, как православная страна, великая наша Россия.